Добрый вечер, друзья! У нас без четверти 8 вечера, соответственно, без четверти полночь в Вашингтоне. И... нет, я извиняюсь, еще час с четвертью. Значит, через час с четвертью у нас будет шатдаун. Почему у нас будет шатдаун? Потому что... я сейчас расскажу вообще, там интересно получилось, но как долго он продлится, тоже никто не знает. Что там произошло? Там есть миллион всяких правил, и нормальный человек их знать не может, но те, кто там в Конгрессе работают, они, наверное, потихонечку как-то с этим разбираются. Там есть грамотные советники, всякие на них расскажут. Но история, в общем, значит, Конгресс, мы говорили о том, что там демократы с республиканцами договорились, в общем-то, о совместном таком плане действий. И это был компромисс, каждая сторона что-то получила. То есть такой хороший, на самом деле, документ. Но тут вышла, значит, незадача. Задача. Чтобы вы понимали вообще, о какого рода компромиссии идет речь, я могу сказать, что это соглашение занимает 600 страниц. Опубликовано было вчера вечером, ну, у нас вот сегодня четверг вечер, да, что там было, среда вечер, сутки назад. 600 страниц. Есть, конечно, главные фундаментальные позиции, которые состояли в том, что договорились профинансировать, значит, военный бюджет на два года, там, поднять, увеличить пределы заимствований, заимствования бюджета. Потому что есть закон, ограничивающий, сколько бюджет там имеет этот потолок заимствований. Ну, и вовсе его регулярно повышают. Не то, что, знаете, там, вот сейчас взяли там и вот что-то такое. Это обычное дело. Но дело в том, что во времена обамовской администрации, как бы, когда нужно было, когда кризис был, когда нужно было страну вытаскивать там и так далее. Ну, и потом для Обама и Кера тоже, наверное, денег не хватало, тоже было связано. Но, в общем-то, были большие заимствования во время кризиса, там, года 4, там, серьезно было. А потом снижалось, снижалось, снижалось до 2015 года. Снижалось потом, чуть-чуть подросло в 2016-м. А тут как началось вот это вот все с Трампом, значит, заимствования росли, росли, росли. И тем более вот сейчас это новая реформа, да, представьте, что будет там в этом году, что будет в следующем. И тут, значит, говорят, за два года увеличить еще на 300 миллиардов, там, частично на военные, частично на невоенные расходы. И нашелся один человек у республиканцев, он такой своенравный, надо сказать. Рэнд Пол его зовут, сенатор, по-моему, он из Кентакки. Вот, Рэнд Пол, он такой, знаете, вот сам по себе, в общем-то, республиканец, но такой консервативный. И вот он говорит, а какого хрена вообще расходы увеличить? Где принципиальность? Значит, Обама увеличил, вы тут ходили, кричали, а этот, значит, увеличивает. Вы что вообще? Где? Где республиканцы вообще остались в этом зале? Короче, он отказывается голосовать за, есть там такая процедура, быстрое голосование, да, то есть вот это должно приниматься единогласно. То есть вот если все говорят, я за то, чтобы там проголосовать, все голосуют. Но, если хотя бы один человек, в данном случае Рэнд Пол, отказывается голосовать, тогда его могут как бы забаллотировать. То есть они могут, они могут по истечении некоторого времени сказать, все, значит, мы голосуем за постановку на голосование. То есть он уже не может этому процессу помешать. Но это наступит, момент этот наступит где-то часа в три ночи. И, по-моему, даже не завтра, а в субботу, может, ну, такого типа. Ну, даже если, даже если в ближайшее время, ну, все равно, то есть страна будет в шотдауне. Но самое главное не в этом, а дело в том, что мы уже в шотдауне будем, значит, буквально через час, вот час десять остался. И это как бы уже все знают, и никто не сомневается. Но дело в том, что и в палате представителей, допустим, они бы сейчас даже проголосовали, в палате представителей тоже с обеих сторон идет крик, очень громкий крик. То есть демократы по, так сказать, энергичней говорят, что это безобразие, что нам этот, значит, Пол Райан, республиканский начальник в палате представителей, не обещает рассмотрения. Он говорит, я хочу, и я обещаю, что мы будем, что мы примем закон, который подпишет наш президент. То есть он говорит, вот то, что президент хочет, мы сделаем, а просто так обсуждать мы не будем. То есть даже если вот, как бы, вот эта реформа с этой дакой в Сенате они обсудят, это ничего не значит вообще, ну, то есть вообще. И они говорят, нет, то есть он даже пообещать рассмотрение не хочет. Какого хрена вообще? Чего мы должны голосовать? Это те, кто более такие, значит, энергичные. На республиканской стороне более энергичные говорят, а какого хрена расходы увеличивать? Не военные, ну ладно военные еще куда, понятно зачем. А не военные-то на что? На здравоохранение, на образование, на... А я что, охренели что ли? На что деньги тратим? Короче, вот такая, значит, интересная возникла ситуация. И получается, что в палате представителей республиканцы не смогут принять этот закон без демократов, потому что им республиканцев, которые готовы поддержать, не хватит. А около сотни республиканцев говорят, что не будут за это голосовать. И там 90 человек... Им нужно 90 человек подобрать на демократической стороне. И в общем, много демократов есть, которые говорят, что дел нормальный, надо делать, там, брать. Но мы возвращаемся к иммиграционному процессу. Если вам интересно, я просто... Я исхожу из того, что вам интересно, в этом я вам рассказываю. То предусмотренный этот компромисс, предусмотренный компромисс, дает правительству бюджета еще на 6 недель. Вот там называлось 23 марта, по-моему, это и есть вот эта вот дата. Ну, короче, от 8... Ну, да, да, так и будет. От 8 февраля до, соответственно, 23 марта. Да, в феврале там нет столько дней, сколько в нормальные месяцы. Вот как раз 23 и закончится. Значит, вот опять продлевается на 6 недель бюджет. И вот будет еще 6 недель, чтобы в Сенате рассмотреть. Ну, и я уж не знаю, что там будет в палате представителей, но 5 числа истекает эта дака. И, в общем, бог знает, что там будет и так далее. В общем, мне неизвестно. Но я просто рассказываю про иммиграционный аспект, поскольку он нас, наверное, больше интересует, чем бюджет, и чем сама в себе эта дака. Ну, вот так. В общем, пришла беда, откуда не звали, не ждали. Я знаю, кто из вас читал «Мальчишки-бальчиша». Я надеюсь, что не многие, те, кто помоложе, то вряд ли. Но вот, значит, там пришла беда, откуда не ждали. Рент Пол вдруг оказался принципиальным. Ну, он, собственно, был принципиальным, но никто не думал, что он вот так вот взять, возьмет и встанет. То есть гораздо более ожидаемым была абсолютная беспринципность вот этих крикунов о том, что Обама бюджет наращивает, которые совершенно спокойно очень-очень увеличивают бюджет. В общем-то, без всяких, как бы сказать, ну, не знаю, на их совести пусть остается. Но это, собственно, и понятно. Политиканы они, как бы, и есть политиканы. Но суть в том, что мы уже, вот, когда это видео выйдет, то уже у нас будет шатдаун. Он сейчас без пяти, там, один час пять минут остается. Пока это видео, я его там должен, значит, немножко с ним поработать, потом подвесить. Я думаю, что вот оно как раз и выйдет к тому самому моменту, когда будет шатдаун. И мы с вами одновременно увидим это видео. Вы. Вот. А, значит, одновременно будет шатдаун. Такое вот интересное совпадение. И никто не ожидал шатдаун. Но я вам сегодня утром говорю, что это совершенно, как бы, не ожидается. И, как бы, не даже смысла. Ну, то есть, кто, кто? То есть, скажем так. Понятно было, что демократы шатдауна не сделают. Как в прошлый раз было, да, вот. Значит. Но вот, да, ну, теперь уже не демократы. Вот теперь уже так получилось. Как интересно жить, друзья? Какая, какая игра? Понимаете, как... Хорошо, хорошо. Наши, наши режиссеры и наши артисты, клоуны, акробаты. Кто там еще? Значит. Джаз-банд. Все фигачат, лобают там на всю катушку. Стаг-маркет у нас обрушивается. Хорошо так капитально. Ну, не, не то, что уж совсем, понимаете. Но, но не по-детски уже, значит, валится. Интересно, что будет завтра, потому что, когда обстановка нервная, то никто не знает, что будет на выходных. Это может еще добавить. То есть, скажем так, если ты не знаешь, то проще избавиться в пятницу, чем ждать понедельника, когда уже поздно избавляться. Поэтому так мои дилетантские рассуждения. Но, может быть, завтра еще добавится к рынку. Пишут, что это связано со страхами того, что поднимут интерестрейд. И вот сейчас спекуляция идет вот это. Хотя не исключено, что они сознательно манипулируют туда и сюда. То есть, когда растет, они зарабатывают. Когда падают, они тоже зарабатывают. Особенно, если ты заранее знаешь, что упадет или что будет расти. Да, а у них есть возможности некоторые. У сообщества, так сказать. Поэтому я не удивлюсь. Мне тут один наш зритель написал, что он работает на стак-маркете. И что то, что я могу прочитать даже в приличных изданиях, там типа Блумберга, например, это как бы уровня желтой прессы. Потому что на самом деле там что-то такое. И я ему говорю, так что, ну рассказал бы, правда? Ну да, можем вот... Друзья, а если кто-то там прямо из глубины, давайте мы с вами интервью запишем. Расскажите нам. Я так вот по прессе смотрю. Ну немножко сам, как понимаю, пытаюсь, значит, проанализировать. Еще раз, по-дилетантски. Вот. Поэтому расскажите, чего же там у них на самом деле-то, действительно. Так вот, прыг-скок, прыг-скок. Вот с моей точки зрения, на прыг-скоках самые бабки и зарабатываются. Вот насколько я понимаю вот эти механизмы. Вот. Скромненько так понимаю, но вот там самые деньги. Ну вот, наверное, и все. Так что мне осталось тут пять минут до дому, и я обращусь, обращу свои взоры к изготовлению видео. Счастливо! Продолжение следует...